Привет всем Звёздным Войнам Галактики, вы на канале Павла Ларина. Сегодняшняя тема в некотором роде представляет из себя парадокс. С одной стороны, далеко не один раз люди просили меня сделать видео именно про электропосохи. С другой же стороны, эта тема из вселенной Звёздных Войн довольно специфична. Ибо, во-первых, известно о ней не так много, а во-вторых, она довольно редко появлялась в фильмах про далёкую-далёкую галактику. И если мне не изменяет память, среди всех оригинальных кинопроизведений, электропосохи присутствовали только в третьем эпизоде. Мести Ситхов. Ну или Мести Ситов, если вам больше нравится это название. Впрочем, в данном случае мы будем говорить не только об электропосохах самих по себе, но и также о тех, кто чаще всего их использовал, о магностражах, а также о том, почему магностражи, использующие электропосохи, были столь неэффективны. Кстати, что интересно, электропосохи во вселенной Звёздных Войн также иногда называются силовыми посохами, но вот только к самой силе, как к энергии, соединяющей все живые существа во вселенной, данные образцы вооружения никакого отношения не имеют, поэтому я подавляющую часть времени буду называть их именно первым вариантом, электропосохом. Вообще, оружие это является очень интересным как по своей форме, так и по своему предназначению. Впервые во вселенной Звёздных Войн мы, зрители, смогли увидеть этот образец вооружения в сериале старого канона Звёздных Войн под названием Звёздные Войны, Войны Клонов, рассказывающем о событиях между вторым и третьим эпизодом Великой Космической Саги и выпущенных как раз перед любимой многими мести ситов. Также, как и в вышеуказанном фильме, в этом сериале электропосохи при себе носили в качестве оружия Магна Стражи, личные телохранители генерала Гривуса, которые, с одной стороны, были невероятно ловкими бойцами, способными порой противостоять на равных даже некоторым молодым джедаям-падаванам, а с другой стороны, Магна Стражи были относительно слабы, не имея возможности победить, к примеру, мастера-джедая Шаак-Ти, а всё из-за используемых ими электропосохов. Если кто-то не знает, Шаак-Ти – это та самая любимая многими-то грудка, которую в разных источниках как Старого, так и Нового Канона убивали по меньшей мере три раза, до тех пор, пока окончательно в Старом Каноне не было установлено, что она погибла на Филуции, убитая Галленом Мариком, а в Новом Каноне она погибла в Храме Джедаев на Корусанте во время выполнения Клонами Приказа 66, когда сам Вейдер проткнул её со спиной. Так вот, вышеупомянутые Магна Стражи, вооружённые электропосхами, оказались достаточно ловкими, чтобы противостоять джедаю в открытом бою и всё-таки смогли нанести великой джедайке некоторое количество ударов в своём типичном оружии. По логике вещей, Шаак-Ти должна была умереть прямо там же, от мощного электрического шока, но этого не произошло и фактически произойти и вовсе не могло. Теорий по этому поводу может быть и множество. К примеру, что в тот день Магна Стражи по тем или иным причинам включили посохи на меньшую мощность, как это было, к примеру, с электропосохом, которым пытали мастера джедая Эвана Пиля в уже новоканоничном сериале о Войнах Клонов. Но по факту самым вероятным тут является предположение о том, что электропосохи не были ослаблены именно в тот день. Нет, электропосохи были слабыми всегда. Как в старом, так и в новом каноне не раз говорится о том, что для убийства человека даже электропосохом максимальной мощности может потребоваться аж несколько секунд. И то в этом случае человек умрёт не столько от того, что его плоть сгорит заживо, а от банальной остановки сердца. То есть по факту кто-нибудь с очень мощным и выносливым сердцем скорее всего смог бы даже пережить несколько ударов электропосохом и даже иметь возможность сражаться после этого, что собственно и произошло с Шакти. Для сравнения электропики, используемые гвардией Сената, императорской Алой Гвардии, а также некоторыми имперскими офицерами и имперскими штурмовиками могли убить человека меньше, чем за секунду. А одно лишь лёгкое касание электропики, также известное как силовая пика, могло лишить человека конечности или даже заставить гигантского мохнатого и очень мускулистого Вуки упасть на пол без сознания. Но почему это так? Почему одним лишь ударом электропики можно было лишить жизни, а одним ударом огроменного и тяжеленного электропосоха зачастую даже в нокаут человека нельзя было уложить? Скорее всего, электропосохи изначально и задумывались именно как оружие нелетального действия. По этой причине военные подразделения той же Галактической Империи, к примеру, очень редко использовали электропосохи, предпочитая им куда более смертоносные электропики. А вот всякие отряды охраны правопорядка, к примеру, карусанские шоковые пехотинцы, использовали их довольно широко. Кстати, когда я назвал посох тяжеленным, я на самом деле немного слукавил. Дело в том, что электропосохи-то на самом деле были не такими уж и тяжелыми, поскольку сделаны они были из материала под названием фрик или пхрик, который был очень прочным, позволяя иногда даже выдерживать удары световых мечей. Хотя и не так эффективно, как, к примеру, картозис, но при этом довольно легким, практически таким же легким, как древесина. То есть не только электрический разряд у электропосохов был слабым, но и также удар рукояткой электропосоха мало чем отличался от удара длинной деревянной палки. Убить таким ударом человека теоретически, конечно, можно было, ну или как минимум нанести травмы, но по факту в реальном бою у носителей электропосохов никогда не нашлось бы несколько секунд на то, чтобы с размаха дубасить противников дубинами. С другой стороны, отряды охраны генерала Гривуса это ведь не какие-то там пехотинцы-полицейские. Нет, это дроиды военного образца, что-то среднее между вышеупомянутыми императорскими гвардейцами и дроидами-убийцами серии ИГ. Так почему же они настолько слабы в бою? А дело тут, на мой взгляд, в том, что никто никогда и не планировал сделать их очень мощными воинами. Да, как сами магностражи, так и их электропосохи, так и установленные в них боевые программы тренировок без сомнения были дорогими и продвинутыми образцами науки и техники далекой-далекой галактики. Вот только генерал Гривус, по всей видимости, никогда и не хотел использовать магностражей на полную. Да, в случае необходимости магностражи могли брать в руки бластеры или гранатометы и превращаться в самые настоящие машины для убийства. Но все-таки зачастую даже дроид-команды серии BX был намного опаснее магностража в настоящем бою. Скорее всего, для Гривуса эти дорогие роботы были чем-то вроде стражевых псов, нежели настоящих псов войны. Конечно, он мог устраивать с магностражами спарринг, отрабатывая самые сложные приемы ударов. Мог он и натравлять магностражей на своих врагов, наслаждаясь зрелищным концертом с пью-вью и пш-пш-пш, тем самым ослабляя противника и затем добивая тех, как кот добил бы измученную мышь. Я бы даже сказал, что по сути магностражи, вооруженные электрическими посохами, для Гривуса были чем-то вроде крутых, дорогих, но все же игрушек. И можно было бы сказать, ну электрические разряды силового посоха малоэффективны против живой силы противника, но может быть они эффективны против дроидов и иных механических созданий, но нет. По всей видимости, электрические посохи не только не более эффективны против механизированных противников, чем против обычных людей, но даже наоборот. Так, в книге старого канона под названием Месситов, являющейся официальной новелизацией третьего эпизода «Звездных войн», явно говорится о том, что электропосохи были малоэффективны против самого известного киборга того периода, генерала Гривуса. И даже более того, во время битвы против Оби-Вана и Кенобина Утапау, в этой книге Гривус с усмешкой указал Мастеру-Джедаю, что он специально вооружал Магностражей оружием, которое не могло его убить или даже причинить какой-либо серьезный вред. Вот такие вот пироги, дорогие друзья. Эх, а ведь в прошлом было так круто представлять Магностражей крушащими всех и вся на своем пути, разбирающихся с врагами в духе самых настоящих джедаев-дроидов. Но нет, с электропосохами у Магностражей не против полноценных рыцарей и мастеров-джедаев, не против даже самых настоящих джедаев-роботов-железных рыцарей, о которых я делал в видео пару месяцев назад, не было практически ни единого шанса на победу. Кстати, а как ты думаешь, если бы Магностражи были вооружены не электропосохами, а чем-то помощнее, к примеру, силовыми пиками, как у Гвардии Сената, или даже световыми мечами, был ли у них шанс завоевать место в Галактическом Пантеоне лучших бойцов Галактики? Напиши об этом комментарий и не забудь поставить лайк и поделиться видео с друзьями и подругами. Без этого каналу очень трудно развиваться. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Как говорили древние, позволь сели идти с тобой. И увидимся в моих многих других видео. Субтитры создавал DimaTorzok